Обстановка по кайфу, и я с тобою танцую. Друзья, почему я пою эту замечательную песню на слова Данелли и под музыку композитора Раймонд Пауз? Почему? Вот вы меня спросите. Да потому что берманский бокс, дядя Вася. Окей? Почему опять же берманский бокс? Много вопросов и нету практически никаких ответов, скажете вы. Дело в том, что, знаете, вы знаете такого бойца, как Жалгас Жумагулов, да? Все мы его знаем. И буквально несколько лет назад, когда Жакой еще представлял Республику Казахстан в такой организации, как Fight Night Global, но он до сих пор представляет Казахстан, я имею в виду, что Fight Night он представлял. Тогда Жако прошелся по большому счету по всему дивизиону. По всему. И один из соперников его был Шадж Хэк. Шадж Хэком он дрался, если я не ошибаюсь, в Астане. Что за парень Шадж Хэк? Мы, в общем, как-то ехали как раз-таки на церемонию, официальную церемонию взвешивания. Сели в один автобус. И там был Шадж Хэк. И я с ним начинаю общаться вообще. Кто ты? Что ты парень вообще? Что ты из себя представил вообще? В принципе, хотел узнать побольше о нем. Откуда он? И он говорит, да, я оттуда. Я с Бирмы. Да, там Мьяма. Как она там сейчас называется уже? И я начинаю узнавать, какая твоя основная дисциплина? Как у вас развит там на родине ММА единоборство? И он мне сказал, что у нас все очень круто. У нас есть, говорит, такой, говорит, наш национальный вид единоборств, как бокс. Мы его называем, говорит, Бирманским боксом. Ну, я так подумал в тот момент, что, ну, это Юго-Восточная Азия, скорее всего, оно все связано как-то где-то с муай-тай. Он говорит, да, так есть, там, говорит, муай-тай, но тут есть одна особенность. Я говорю, какая особенность? Ну, у нас, говорит, башкой можно в башку, говорит, так, втыкаться прям не вопрос. Вот. И еще, говорит, главная особенность в том, что даже если ты, говорит, ушел в нокаут, тебе дается время, чтобы прийти в себя и еще раз выйти вот на эту схватку. То есть, даже после нокаута у тебя есть возможность быстро восстановиться, ну, недолго, не тратя много времени, и опять продолжить схватку. И я был тогда в шоке. Знаете, по Шаджхеку, что могу сказать? Вот, несмотря ни на что, вот, в тот момент мне казалось, что это какая-то нереальная какая-то дисциплина. Такого, возможно, и нет, он что-то придумал. Но, несмотря на это, Шаджхек провел несколько поединков, если вы помните, Fight Nice Global. И если и терпел поражение, но в конце концов, ну, реально, он потерпел поражение у Жако и потерпел поражение от Тагира Уламбекова. Ну, вот эта схватка, которую я видел вживую. А знаете, в чем прикол? Прикол в том, что Шаджхека никто не смог ни засабмитить, ни нокаутировать. Понимаете? Это очень опасный и неудобный соперник был, по крайней мере, для Жако. Он принес очень много ему таких вопросов, на которые Жако отвечал. Не так легко было найти эти ключики и ответ. Нет, друзья, поверьте мне, Шаджхек очень опасный и сильный боец. И, наверное, потому, еще к тому же, что начинал он свою карьеру, да, вот, именно в бирманском боксе. Хайрат Мукатов есть такой казахстанский спортивный функционер, фанатик, настоящий фанатик именно единоборств, который открыл федерацию бирманского бокса в республике Казахстан. Теперь это официальный вид спорта, который признан нашей республикой. И буквально вчера прошел второй чемпионат по бирманскому боксу здесь, в Казахстане, республика Казахстан, естественно, среди детей и подростков. Есть еще одна очень интересная, отличительная, так скажем, да, отличие, да, черта этого вида спорта, что мне кажется, что он максимально подходит для нашей философии единоборств, для наших ударников. Там нет грэплинга, но все остальное там есть. Там просто жесть, жесть, жесть. Давайте дадим слово, слово самому Хайрату Мукатову и узнаем у него побольше о этом замечательнейшем виде спорта, который, я более чем уверен, приживется у нас здесь в Казахстане и может стать одной из основных дисциплин современного ММА в Казахстане. Опять же, друзья, прошу вас, мои подписчики, сделайте репост этого видео в своих социальных сетях. Давайте пораспространяем. Про бирманский бокс должны знать все в Казахстане. Мы должны, ну, приложить какие-то свои усилия. Вам не сложно, а развитие этот толчок для казахстанского ММА, я думаю, будет более чем ощутимым. Итак, слово президенту Федерации Бирманского бокса Республики Казахстан, господину Хайрату Мухатову. Все, внимание на экран. Первый мой вопрос. Это, естественно, расскажите, пожалуйста, что такое, что из себя представляет бирманский бокс? Ну, бирманский бокс существует более полторы тысячи лет, если точно сказать, 1200 лет. Первое упоминание о нем произошло от Бирмы, нынешней страны Мьянмы. Это, можно сказать, дедушка тайского бокса. Он включает в себя еще старые правила. Его еще называют королевский бокс, кстати. Королевский бокс, потому что в древности им обязано было заниматься и практиковать именно королевская семья, у которой были специализированные тренера, на тот момент квалифицированные тренера. В мире он на сегодняшний день динамично развивается. Профессиональные права даже приобрела какую-то часть, такая компания, как UFC. Это Дана Вайт. Значит, они видят в этом будущее, я думаю. Считается довольно жестким видом спорта, потому что у нас бой девяти конечностей, говорят. Если тайский бокс восьми конечностей, у нас девяти конечностей. Локти, колени, руки, ноги и голова. То есть девять конечностей, плюс все броски со стойки. Плюс в профессиональном разделе у нас нет такого понятия, как нокаут и все закончено. В профессиональном разделе на голых кулаках у нас дается две минуты каждому из бойцов, чтобы собраться и продолжать бой. Это после глухого нокаута. Если секунданцы согласны, если боец готов, он имеет право сражаться дальше, проводить бой. И много таких поединков, где боец падал от лаки-панча, получается, от случайного удара. Но потом приходил в сознание и менял картину боя вообще в другом направлении. То есть ронялось в человека так, что тут не мог больше собраться. Это у нас такой, я думаю, динамично развивающий вид спорта. У нас любительский раздел в Казахстане. Мы существуем только 8 месяцев. Мы делаем прорыв, идем вперед, развиваемся. Детей турниры, взрослые турниры. Большие планы у нас на будущий год, в том числе чемпионат Казахстана и различные турниры. И профессиональные турниры среди взрослых. Профессиональные турниры, где будут удары головой, полный контакт. То есть все как в древности в Бирме. У меня вот следующий вопрос, непосредственно по правилам. Я так понимаю, что есть элементы и борьбы тоже непосредственно. Здесь также будут засчитываться и тейкдауны, да, если я не ошибаюсь? Я про? У нас разрешены все броски со стойки, не касаясь третьей конечности. А проходы в ноги? Проходы в ноги можно зайти, если ты не касаешься коленом канваса. То есть прошел, как можно сказать, в корпус, пожалуйста, разрешается. Партера нету, добиваний нету, болевых приемов нету. То есть у нас ударка, мощная ударка такая прям подходит, думаю, под все виды спорта. Под все виды спорта вот сегодня у нас прошел турнир, в котором мы, можно сказать, сделали слияние стилей. У нас выступали бойцы тайского бокса, бойцы кикбоксинга, бойцы ушусанда, бойцы панкратионов, бойцы ММА, бойцы каратэ, различные каратэ. То есть шин каратэ, кюкушин каратэ, ашихара каратэ. И у нас мы просто их как свели по единым правилам бирманского бокса, без удара головой, в стойке, все броски со стойки, локти, колени, руки, ноги. То есть регламент три раунда по две минуты, четко, пожалуйста, отлично провели, без потери, без травм, все классно, думаю. Мой следующий вопрос. В одном из своих интервью господин Майерберг Хасиев, основатель лиги ACB и сейчас один из главных функционеров лиги ACA, говорил, есть, существуют три идеально подходящие дисциплины для современного ММА. В стойке он сказал, что это муай тай, в партере это грэплинг и связующее звено между ними, это вольная борьба, в частности проходы в ноги, защита проходов от проходов ноги, борьба в стойке. Можно ли теперь говорить, что достаточно двух дисциплин, это вот берманский бокс и грэплинг для современного ММА? Ну, я, можно сказать, больше чем уверен, потому что весь мир его признают как жестким видом спорта. Сейчас мы развиваемся, весь мир развивается, идет хаткорн, топ-док, на голых кулаках. То есть, я не думаю, что кто-то не признает, что берманский бокс не самый жесткий среди этих дисциплин. То есть, даже хаткорн на голых кулаках, пожалуйста. Сейчас проходят турниры, похожие на хаткорн, похожие на берманский бокс, похожие. И они очень такой популярностью пользуются, то есть, через зарубежом, Японии, Соединенных Штатах, Канаде, в Европе, в Словакии, в Польше. Проводят именно бои профессиональные, именно по берманскому боксу. Я вам скажу, не каждый готов выскочить там, потому что это довольно такое, надо там доказывать, что ты действительно лучший из лучших. Что ты там не возьмешь только одной борьбой или только одними руками, что у тебя должно быть локти, руки, ноги, колени, все броски, голова. То есть, там всегда можно ожидать сюрприза. Касательно сегодняшнего турнира, который мы ожидаем, как я понял, что это будут проходить соревнования между, будут участвовать дети и подростки. Можете сказать об этом турнире чуть-чуть побольше? Цели, задачи, какой это уже турнир по счету вашей федерации? Ну, на сегодняшний день это второй турнир. Недавно мы провели чемпионат города Астана, открытый чемпионат города Астана, который тоже ряд городов присутствовали, провели. Сейчас мы проводим такой турнир, более популяризация, более спорта, вообще ознакомительный такой, как акция, можно сказать, с бирманским боксом. Что это за вид спорта? Как его подают? Мы думаем, все прошло отлично, все проходит отлично. Все будет четко, думаю. Мы будем развиваться, мы будем газовать, идти вперед. Мы докажем, что мы лучший из лучших. Будем проводить такие турниры, именно слияние стилей под правила бирманского бокса. Я думаю, сильнейшие здесь в нашей дисциплине будут действительно топами, как в ММА, так и в других дисциплинах. Потому что если к нам придет топ с ММА, пусть он докажет именно по правилам бирманского бокса, что он лучший. Не в том, что он там в партере залежал, завалял, там туда-сюда, а что он в стойке лучший. Что он может швырять, что у него бензина хватит на три раунда спокойно. Я так понимаю, что в сегодняшнем чемпионате вы будете также разыгрывать чемпионские пояса. И помимо чемпионских поясов у вас есть такие, так скажем, бонусы, как лучший бой вечера, открытие чемпионата. Вот об этом расскажите, пожалуйста. Да, у нас хорошие призы, хорошие подарки. Это мотивация детям, будущему поколению. Вот я всегда говорю, множество есть спортсменов, которые знают узкий круг. Узкий круг знают, он с такой горой медалей, а его знают всего лишь узкий круг. Мы идем к тому, чтобы это было популярно, чтобы это было топ, это чтобы было шоу. Мы хотим смешать любительские разделы шоу. Пожалуйста. Дети должны мотивированные также зарабатывать деньги. Почему нет? У нас первое место 50 тысяч, второе место 30 тысяч, третье место по 20 тысяч тенге. Плюс у нас подарки, пояса, кубки, электроника, техника, телевизоры. Пожалуйста. Ребятам приятно будет. Они будут знать, за что они борются. Что они зарабатывают уже, что они получают за это вознаграждение. Своему труду, своего пота, своей крови. Они получают призы, подарки, получается. Плюс мы показываем, мы их раскручиваем. Люди должны знать своих героев, действительно. Людей, которые дерутся, соревнуются, которые, получается, участвуют в таких турнирах. А ближайшие планы федерации бирманского бокса, ресурсы Казахстана? Ближайшие планы у нас проводить турниры, чемпионаты Казахстана, Азии, чемпионат мира. Если все будет хорошо, я думаю, в ближайшем будущем мы проведем в городе Астана чемпионат мира. Даже я так могу сказать. А есть Всемирная федерация, да, бирманского бокса? Всемирная федерация, обязательно. Всемирная федерация, вице-президент Всемирной федерации, находится в России, в городе Москва, Денис Владимиров. То есть, хорошие отношения, у нас есть сертификаты, у нас есть разрешение от Азиатской федерации. То есть, в Киргизии он очень развит, очень развит. В Казахстане чуть отстает, но, думаю, мы такими темпами, мы быстро наберем обороты. Мы, думаю, догоним. И в следующих турнирах мы будем конкурировать, мягко говоря, с европейскими нашими партнерами. С азиатскими партнерами. И мы покажем, что у нас, как казахов, есть такой дух, которых ни у кого нету. Мы можем быстро модифицироваться, мы можем быстро учиться, мы можем быстро развиваться. И, думаю, мы это докажем, всему миру мы докажем. На ближайших турнирах, думаю, мы будем газовать плотно, и мы привезем в Казахстан медали высшего заслугу, получается. И поднимем наш флаг, и зазвучит наш гимн именно по этому виду спорта. Но всего лишь 8 месяцев, но мы газуем, а нас люди слышат, а нас люди интересуются, потому что это интересно. На сегодняшний день люди идут более, как сказать, более жестокие становятся, что ли, более кровожадные идут. Им нравятся хаткор, им нравятся топ-доги, им нравятся бои на кулаках, белые воротнички, различные турниры. А почему мы? А почему нет? Берманский бокс имеет право существовать. Я считаю, это вершина единоборств именно в ударной технике, в стойке. И мы будем проводить в ближайшее время профессиональные турниры именно по бирманскому боксу среди взрослых. Среди взрослых. И сейчас готовы к нам приехать представители Получи, Словакии, Японии, Киргизии готовы приехать сейчас к нам. Дайте заявку, и мы будем драться. Им интересно. Им интересно наше развитие, им интересны наши бойцы. Потому что наши казахские батыры, они бескомпромиссны. Бескомпромиссны, нет шаг назад. Все готовы драться, биться до конца. То есть это уже не новость, это уже факт. Вот такое вот, друзья, получилось интервью завтра. Ожидайте следующий еще один выпуск, где мы поговорим об итогах прошедшего чемпионата. Это во-первых, а также будет эксклюзивное интервью с Нурбеком Карабалан. Мы знаем, да, вы наверняка не забыли, что совсем скоро пройдет Найзапфайтинг Чемпионшип 35 в городе Алматы, на Алматы-Арене. 26 ноября это будет. И поверьте мне, это будет очень круто. Я взял, успел взять у Нурбека Карабала интервью. И его вы увидите завтра с итогами чемпионата Казахстана по бирманскому боксу среди детей и подростков. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Саламу алейкум. Альведерчи. Субтитры сделал DimaTorzok